Увеличить численность диких животных в лесах Чувашии, сократить количество безнадзорных животных гуманными методами. Направленные на это законопроекты приняли сегодня депутаты Государственного Совета Чувашии. Впрочем, началась сессия с доклада министра транспорта республики о ситуации с выплатой долгов сотрудникам Чувашавтотранса. Сотрудники Чувашавтотранса, которые сейчас на стадии банкротства, зарплату перестали получать год назад. Долг перед ними составлял 91 миллион рублей. Как правило, сначала должника обязывают выплатить в бюджет налоги и страховые взносы. И только потом долги по зарплате. Однако правительству республики при содействии прокуратуры удалось поменять очередность выплат. Кроме того, регион стал правоприемником сотрудников по взысканию долгов. Проще говоря, зарплату частично выплатят из резервного фонда Чувашии. В казно эти средства вернутся после продажи имущества предприятия. В итоге, на сегодняшний день выплачена зарплата более 700 работникам около 90%. В сумме 61 миллион рублей. Оставшая задолженность в сумме 36 миллионов рублей будет погашена за счет реализации имущества. Выставлено на торги в рамках конкурсного производства. Следующий вопрос в повестке дня. Дополнительных расходов из казны не потребует. В Минприроды решили простимулировать охотников на добычу волков. Тем, кто охотится на этих животных, будут выдавать разрешение и на добычу копытных. 70% от всех квот. Раньше разрешение распределяли методом жеребьевки. Любой желающий охотник, который имеет разрешение, у которого есть охочный билет, соответствующий образца оформленный, приходит, пишет заявление, получает разрешение, ведет, добывает волка, соответствующим образом его сдает. В следующем году получает разрешение на добычу копытных животных. В принципе, это идет непосредственно для того, чтобы увеличить количество копытных животных. Справедливая Россия предложила другой вариант. Как было раньше в Советском Союзе, за волков давали просто премию, грубо говоря, 200 рублей. А сейчас они хотят рассчитываться копытными животными, кабанами, лосями. Но это несправедливо. Почему? Во-первых, я сегодня могу не отохотиться, а на следующий год я получу лицензию. Буду я там охотиться? Не буду там охотиться. Возможность премиирования в Минприроде обещали рассмотреть. Ну а пока законопроект большинством голосов приняли в таком виде. Следующий вопрос тоже касался животных. В этот раз и безнадзорных. Определенные полномочия по обращению с ними депутаты закрепили за органами местного самоуправления. Так во всех районах республики должны появиться пункты стерилизации и передержки. Здесь вопросов действительно очень много. И создание пунктов временно содержания животных во всех районах республики. И главным ветеринарным врачом было сказано, что республика уже на следующий год выделяет средства. А уже в бюджете предусмотрены миллион девятьсот на следующий год для этих целей. После этой сессии депутаты уходят на каникулы. В следующий раз они должны собраться только осенью. Ольга Пырочкина, Бахтияр Велиев, Республика.